здравствуйте сегодня у нас в гостях профессор савельев профессор раствор савельев это мем поэтому мы не будем говорить что он сергей вячеславович это неинтересно вот и поговорим мы сегодня ну о чем о жизни но перед началом сергей вячеславович обещал мне подарок да значит подарок такой очень он патриотичные сразу скажу и он представляет собой не что иное как модель мировой современной экономической системы причем с либеральным уклоном он представляет собой вот такую вещь то есть если смотреть сверху то курочки закономерно клюют да это явно экономический закон причем здесь есть петушок между прочим сменной что очень демократично можно менять петушка при этом курочки могут клевать в разных последовательностях а если мы почитаем мировых экономистов лауреатов нобелевских премий то они увидят вот эту с прекрасную вещь и скажут что вот привод остается скрыть только мужика который держится так все будет хорошо ну если говорить об экономике то надо еще разобраться спасибо большое нужно еще разобраться соответственно кто сыплет этим курочкам зерно им не надо внутри есть специальное устройство этим не надо да нет это тут я не соглашусь поскольку устройство но обеспечивает последовательность и как бы нахождение их в кругу я просто внимательно смотрю за тем что происходит в белоруссии и меня совершенно потрясаю до степень дурости я сейчас не говорю про молодежь молодежь которая у которой там свои есть соображение которым 16 лет 1517 а вот соответственно люди взрослые ну типа работников заводов но посмотрели бы вокруг много ли осталось заводов на украине много ли осталось в россии это катастрофа на самом деле потому что то что в россии происходило в 90-е это мы же хорошо знаем когда заводы закрывались просто из-за того что они являлись конкурентами западных заводов это же 99 процентов таких событий покупались и закрывать да ну про украину я не говорю потому что мне тоже странно почему в белоруссии хочется чтобы не было пенсии или чтобы они упали так чтобы только картошка питаться всю жизнь не уровень у меня абсолютно очевидно что руководство крупных заводов активно подзуживает своих сотрудников по банальной причине потому что сейчас они хотят приватизации они хотят приватизировать свои заводы а если остается нынешняя ситуация то а друг их уволят вот просто все еще и и нет приватизации нету десятков а то и сотен миллионов долларов ну что за безобразие лучше конечно дети тоже учатся в польше да дети вот но это в польше и там даже есть может быть не в польше а вот но соответственно значит что нужно сделать нужно соответственно заводе сделать соответствующий кружок который потом будет комитет который потом делегирует своего представителя как у них там это часто но короче говоря вот ну короче говоря то что было во время в семнадцатом году но наоборот да то есть ничего другого нет у меня просто сотрудница у нее там родственников полную беларусь там бывает она говорит что там многие молодые там племянники ее прекрасно зарабатывают там на площадь выходишь 10 евро приходит мобильники у всех есть с разогнали с этой площади происходишь на другую еще 10 евро капает но это вот глаз народа и так молодежь зарабатывает там до 40 евро в день чем в общем то довольно такая к стипендии преработок но к сожалению это все быстро кончится как всем понятно как всегда бывает и кончится катастрофы вполне понятно потому что экономически как я понимаю этого к вам вопрос модели там никакой и близкой нет нет ничего не предлагает модели там близко нет там ничего не предлагается и я объяснил там вчера и позавчера очень подробно какая под этим геополитика связана она с тем что больше нет возможности выжить в рамках текущего развития ситуации с нынешней политической элиты политическая элита польши она понимает что ее ближайшие среднесрочные перспективы это быть опять прихлебателями где-то в лондоне или вашингтоне причем эти это может длиться 10 лет и 20 и 50 и 70 им это страшно не нравится по этой причине они любой ценой хотят получить свои рынки а свои рынки для польши это могут быть только литва но это совсем маленькая белоруссия и украина вот они этим и занимаются и пытаются продать этот проект мировой либеральной элите банкирам другое дело что они конечно опоздали если бы это все были они бы начали лет восемь тому назад то может быть они бы и успели но проблема состоит в том что восемь лет назад это все управлялось другими механизмами да и не было ощущения вот этого вот нагнетающегося ужас у польской элиты она была уверена что все в шоколаде все отлично ну да ну сейчас их перестанут финансировали уже все все конец года по моему то их с 21 года их перестают кормить любить это много к сожалению больше она всю жизнь то этим промышляла потому что идея панславизма как если почитать бакунина она возникла то потому что польша участочек вокруг кракова небольшой на самом-то деле по большому гаммурскому счету и дальше они выдвинули идею панславизма для того что привлечь россию тоже по российскими руками собственно говоря создать себе государство это старая история бакунин подробнейшим образом это описывает как чего там кто был застрельщиком этим они все время пытаются вот такую вот разыграть не ну вообще я поскольку обладатель некоторые доли польской крови то по этой причине я к этим людям к этому народу испытываю симпатий и соответственно он на самом деле очень такой как выражается сейчас я это слово не люблю креативный образованный креативные с таким совершенно имперским взглядом на мир им только никак не приходит в голову что имперский взгляд и национализм несовместим империи всегда много национально вот и соответственно по этой причине мне их жалко даже в некотором смысле кстати они отлично понимают что ими сейчас правят вполне понятные внешние силы ну то есть пролиберальная американская агентура именно по этой причине у них с трампом очень сложные отношения у варшава именно по этой причине у них очень сложные отношения западной европы вот и по этой причине либо они будут создавать вот эту свою империю причем колониальную как великобритания потому что не белорусов не украинцев конечно же их нельзя сравнивать с поляками на это нет невозможно вот но у меня к вам вот какой вопрос я этим как бы размышлял на эту тему много-много-много лет а мечет мы все знаем что современная система пополнения элит работает родоплеменным способом да так же как и много тысяч лет ну и соответственно а а собственно распад родоплеменного общества связанный с углублением разделения труда экономическим и появление городов привел к искать альтернативному механизму который называется ну условно говоря традиционной ценности то есть вся проблема состояла в том что когда ты жил именно в родоплеменных структурах то проблем никаких не было если два человека из одного рода они шли к старейшины и он говорил ты прав а ты не прав ты этому должен курицу или две курицы а соответственно если эти люди которые а если это люди из разных родов то встречались два старейшины которые между собой исходя из некоторых своих высших соображений решали причем эти высшие соображения могли быть совершенно странными ну например этот слишком молодой и бойкий и хотя он по сути прав но поскольку вел себя с этим более пожилым по-хамски то по этой причине вот то есть это все было вот это все учитывал дальше самое интересное а дело в том что то чем занимались старейшины а сейчас соответственно занимаются тоже вот этим ветераны разных политических клубов обращаю ваше внимание что сегодня собственно и всегда всегда были такие вот политические старейшины взять там для примеры брызинского кисел такие оксакалы полезя много-много-много лет а у нас их не было вот они были в политбюро а пока а сейчас их нету кто сейчас помнит тех людей которым сейчас там за 80 хотя они могут быть еще здравом умеет твердой памяти так вот меня все время было ощущение что главная задача которую делали старейшины когда они решали кто прав кто виноват и что сегодня делают старейшины когда они решают двигать этого человека или его как бы вести по горизонтали то есть не повышая в рамках социального статуса или же на понижать его если он по каким-то причинам то это как раз то что вы называете церебральным сортинг но по сути дела да то есть они фактически обладая колоссальным опытом условно говоря человек которому 80 он видел как растут дети и его ровесники которым уже под 60 и он видел как росли внуки их ровесники которым уже там под 40 ну там 35 и по этой более того он уже смотрит на правнуков и по этой причине у него есть опыт каким должен быть молодой человек чтобы из него вышел толк и поэтому он ведь нет вот этого мы не возьмем даун умники он бойки еще чего-то но он людей не ценят и эгоисты по этой причине мы не можем его позволить двигать в элиту потому что он будет исходить из личных интересов они интересов системы в целом кстати обращаю ваше внимание в 90-е годы поскольку выбор у нас находился за пределами нашей страны был был целенаправленный антиотбор не рассказывали замечательную историю как где-то восьмидесятые годы среди молодых полковников в министерстве обороны был проведен такой вот тест ну грубо говоря среди 100 человек определили там 20 наиболее ярких 20 наиболее тупых и соответственно умный человек сказал вот по имени мое слово 20 тупых станут генералами а 20 умных не станут ни за что ровно так и произошло более могу дополнить этот рассказ также точно поступали в области науки и медицины в те годы то есть именно из тех лет отбирали людей наиболее не способных никакой творческой мысли не способных даже к организации научного процесса и их ставили на эти должности то есть мы буквально там на самые высочайшие там медицинские должности ну вот это он вообще ничего меня ни на что не способен он будет величайшим администратором только так и в результате произошел негативный отбор то есть они уже отобрали за собой второе поколение и сейчас уже там зачастую я на ученых советах поскольку вынужден слушать все это дело я просто у меня волосы шевелятся то есть безграмотность рождает безграмотность плюс вот это что церебральный сортинг еще огромное количество таких людей пришло по родственно семейному по роду племенному принципу ну там например где-то жил молодой человек где-то там в глухой в глухом городе в каком-нибудь провинциальном там но обычный врач завел семью все теле теле тролли вы как обычно и спокойно ходил свою поликлинику или больницу работать но потом значит находит себе невесту дочку секретаря райкома обкома партии и значит забывает про эту начинает новую семейную жизнь и тут же делается в столице каким-нибудь большим ученым чем это дел был моментальной и повторялось много раз но естественно что он привносит те традиции которыми он жил там те принципы соответственно отбор всегда негативен почему потому что есть еще вторая составляющая очень опасная дело в том что люди которых скажем так ограничены интеллектуально скажем так нежно значит которые не очень скажем вас при воспринимают там христианские социальные ценности и считают что если никто не видит то можно выйти на улицу и отнять кошелек если его точно не на к что он взять так сделан то есть задай проблемы то основное воспитание в том что человек что-то делает когда никто не видит а то что он не делает ничего плохого когда его никто не видит вот чем проблема и вот таких людей очень много они приходят в науку в политику в экономику дальше что начинают что когда никто не видит тащить все что плохо лежит и соответственно когда не видят то есть жульничают обманывают воруют и так далее там вот и с этим справиться невозможно потому что они например в моей области наукой никогда не занимаются они занимаются политикой около научной и около научным бизнесом то есть тебе за за пять минут объяснят почему например вот такая сыворотка от корона вируса будет прекрасно но если ты копнешь чуть-чуть выяснят что это чиновник который выучил слова и суть и он ничего не понимает вообще чем говорить но из-за того что он каждый день занимается этим бизнесом то есть социальными отношениями позволяющими получать деньги он получает преимущества какие финансовые репродуктивные и своего потомки также точно будут процветать то есть негативный отбор но тут есть еще целая куча тонкости по поводу например у меня была замечательная история где-то где-то в мае месяце не разговаривал с таким своим продвинутым знакомым не московским которым разговаривал со своим старым товарищем который руководитель какой-то большой лаборатории просто ну вот мы сделали вакцину против этого самого к вида и уже как бы несколько вакцин и таких спас по стране уже несколько групп если ведь что-то ко мне обращайся мы тебе когда сделаем да потому что у нас мы мы это точно знаем что это все безопасно и эффективно это почему ты как не не двигаешься он это пример чем дело еще не принято решение кто будет окучивать финансовые потоки и по эти причине и если я сейчас начну объяснять что я чего-то сделал то тут одно из двух или меня снимут она значит на его на мое место другого человека или вообще как бы расчет уничтожит лабораторию чтобы мы не путались под ногами у серьезных людей потому что речь идет о больших деньгах да конечно вот поэтому тут как раз в этом смысле все понятно и а я как раз из логики это и исхожу в вот из какой мой опыт показывает что позитивные изменения бывают только в ситуации когда все совсем плохо то есть тут уже не до жиру быть бы жил но потом это приводит и к негативным вещам например ну вот такая же ситуация была в 90-е годы в экономике когда брались абсолютно серые и бессмысленные лица ну например там какой-нибудь максим бойко вы не помните я помню помнить он был замглавы администрации президента к чубайсом он был вице-премьером под чубайсом вот он кстати у меня в книжке в лестнице в небо подробно описан поскольку он очень типичный пример того как работают элиты его папа первым браком был женат на дочке маленков этим многое объясняет а так вот а соответственно его дедушка по другой линии это соответственно человек который был осужден по делу этого самого антифашистского комитета антифашистского еврейского комитета лазовский так вот но дело не в этом а дело в том что берется какой-то его текст который он сам написал или который кто-то написал это неважно совершенно и увлекаются в очень престижном журнале и дальше я про него услышал первый раз девяносто третьем году когда мне поняли показали сказали смотри это гений это человек единственный человек в россии экономист статья которого облик он вот в таком-то журнале в западном к дальше в небу западную конечно да дальше соответственно я с ним когда я с ним начал разговаривать я понял что это смешно то что он идиот просто натурально это обычная вещь науки вот ну вот а дальше соответственно еще один пример такой человек это по сергей гуриев который был много лет ректором российской экономической школы российской экономической школы такое специальное подразделение созданные для того чтобы талантливых мальчиков и девочек математиков и физиков то есть выпускников мехмата фистеха а сплавлять на запад в никуда то есть их натаскивали выпускники рэша где как бы где был значит ректором гуриев они замечают несовершенно люди когда ты с ними разговариваешь на экономическую тему как только ты признаешь какое-то слово термин экономический они тебе в ответ выдают ну кто страницу кто 2 из учебника про это слово и совершенно непонятно как с ними разговаривать потому что с одной стороны то что они говорят ну либо банальность либо как бы идеологически ангажированная линия но спорить бессмысленно потому что они те тут же предъявляют вот справку написано вот акт соответственно горите не по существу бессмысленно потому что они еще не понимают что такое существо ну вот я пример привожу с современной молодежью вот я разговариваю с молодежью он не выдает выдает некоторые утверждение я его спрашиваю почему ты так решил не ну как так же почему ты так решил потом выяснилось что он прочитала это в википедии условно это прекрасно а при этом соответственно он не понимает не как бы не начальную точку не как бы следствие не почему эта связь вообще существует и по этой причине у него как бы из-за следует бы ну как в известном анекдоте про женскую логику знаете что такое женская логика но один из вариантов если из а следует б и б приятно то а верно вот и вот значит вот он говорит эту фразу и когда ты его спрашиваешь чего ты это но объясни ну почему почему ты ешь вот эту конфетку ну как почему-то вкусная я ее уже ел о замечательно то есть ты ешь конфетку потому что она там сладкая теперь вопрос а тут как вот объяснил он не могу году году в википедии же написано да ты википедии написано ну и все информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры у меня это постоянно происходит то же самое к сожалению также точно устроено все что связано с наукой медициной все что вокруг нее это абсолютно идентично причем здесь в основе лежит особенность мозга нашего в чем дело почему негативный отбор ну во-первых негатив щеки те которые не думают они получают огромные преимущества экономические смысле энергетики в мозг не расходит не не тратит энергии потому что мозг самая дорогая вещь об этом говорил он когда думает не дай бог он потребляет 25 процентов энергии от всего организма это катастрофа поэтому существует масса механизм чтобы отключить и есть такой самый замечательный самый мой любимый механизм чтобы отключать мозг всегда как только он начинает кипеть ну кипит наш разум возмущенный помните песня так и было вот чтобы он не кипел его отключать отключается так как только падает хотя бы на один процент расход энергии мозга тут же внутри мозга вырабатываются внутренние эндогенные наркотики хорошие причем это опиоиды каннабиоиды окситоцин эндорфины давно общем все будет получается счастье то есть как только перестал думать осчастливился и принял здоровую версию да я вот например знаете я когда был молодой и очень любил читать книжки я тоже я вот у меня было любимое занятие но это почти патология лежал на диване и читал книжки причем доходил до смешного меня там звали на как называется приватные вечеринки с молоденькими барышнями а я говорю ребят ну да у вас на я лучше книжку почитать так вот соответственно она маньяк так вот я в последние лет двадцать практически перестал читать и вот почему потому что сама мысль что я два-три часа убью на вопрос ну как бы на деятельность который не позволяет мне размышлять на те темы которые мне кажутся принципиально важными она для меня просто недопустим как так потому что у вас в голове кое-что завелось благодаря предыдущий сам муж нет вы накопили дело сейчас объясню как все это устроено устроено просто довольно и в этом прелесть людей которые не могут читать из-за того что у них собственные мысли появляются в чем дело потому что я себя заставляю мне по профессии нужно читать там десяток статей в неделю буржуйских потому что там где 9 из 10 это просто параноидальный бред для того чтобы отработать гранты получить деньги одна статья содержит обычную информацию обучить из учебника слегка украшенную новыми молекулярно-генетическими аксельбантами их развешивают а на самом деле все это в лучшем случае середина двадцатого века я вынужден читать себя заставляю также точно как вы с огромным усилием а почему думать приятнее потому что когда есть чем и о чем большинство прочитает в 60-70 лет они не встань думать ну кто только не профессиональный чтец но есть люди которые занимаются литературой вот они вынуждены это все глотать а так вот почему нет потому что мозг у нас финальный а его нельзя бесконечно загружать вот как бы силы мысли беспредельны там и прочее нет мысли очень ограничена мозг очень ограничен и то как вы его портить это ваши личные проблемы и но дело в том что он меняется всю жизнь и вот здесь очень важная вещь до 30 лет связей образуется очень много и гибель нейронов незаметно потому что она новообразование связей компенсирует гибель нейронов нейроны гибнут все время начиная смотрю утробного развития не докнут докнут и дохнут и с 30 до 50 процессы почти равновесные и поэтому незаметно то есть маразм наступает не так быстро то есть нейроны погибают если в это время вы накапливаете информацию вот в детстве читали потому что других источников информации особых не было и вы глотали эти книжки зачастую с книжку таки там выковыривает две-три страницы но очень важного лично для вас и это откладывалось это основа вашего мышления вы приобретали теса как это называют социальные инстинкты которым пользу всю жизнь но для того чтобы начать хоть чем-то пользовать надо это это иметь ты не можешь подойти снять книжку и тут же так сказать погрузиться надо вложить сюда и поэтому в мозг требуется непрерывная загрузка первые там 20 лет вы отлично загружали или 30 вы когда накопили некоторые вы тогда решили мозг когда накапливает достаточно он уже воспользовавшись этими знаниями он приобретает то чего нет у современных компьютеров он образует все время новые связи их разрывает в этом весь фокус то есть у почему компьютерщики никогда не смоделируют в мозг на том на той основе который сейчас существует но это нелепо все будут увеличивать размеры калькулятора и количество алгоритмов и подгонку к результату все это называется искусственный маразм искусственный интеллект про подгонку у меня есть масса замечательных историй но так вот я заканчиваю здесь в общем то есть очень короткая когда вы накопили ваш мозг непрерывно всю жизнь образует 150 миллиардов нейронов 2-3 синапса каждый день формируется и разрушается это постоянный процесс но если вы подлым образом начали думать о чем-то то к этому месту притекает кровь увеличивается прозванивать схему дата к тому приливает кровь и связи начинает образовываться не 2 3 на нейрон а 2030 на нейрон то есть их резко увеличивать за подсчет повышения метаболизма и тогда они начинают физически физически связывать между собой в вашем мозге такие события которые раньше никогда не связывались и тогда получение осмысленной информации той которой ни у кого нет доставляет больше удовольствия чем а вот как если я я сейчас расскажу историю дам она из моей личной жизни она очень смешная мне было 15 лет дело было в школьные каникулы и как бы ну там взрослые семьи взрослые дети на даче где-то было я сейчас не буду вспоминать конкретный антураж это не принципиально важно что я сидел мы сидели утром с неким молодым человеком которым уже было там за 20 мне 15 старика ну неважно мы просто чем-то разговаривали и у меня как это остапа понесло я что-то ему рассказывал хочу я чем-то думал что там нет ну что может рассказывать 15 лет то есть там интересно некая не столько сама конструкция которая в общем особо нетривиальный быть не может сколько внутренней связи который вот как бы в рамках такой конструкции образовываться вот молодой человек он меня слушал 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 а потом неожиданно сделал замечательный вот наскал миша у тебя будут проблемы с бабами я так совершенно не скучно почему у тебя в голове мир я просто помню какую эту фразу произносил короткая у тебя в голове мир который живет свою жизнь и тебя проблемы этого мира волнует больше чем все что происходит вовне за мозг даже больше чем бабы они этого не прощают сказал он до абсолютных работ я сейчас-то я понимаю что он прав на меня интересует вот сюда в 15 лет до в период как выражаясь ученым языком гиперсексуальности не должно такого быть это к сожалению это не универсальный рецепт не все тинейджеры уходят в конец прощения да в причинное место значит не все дело-то в том что у нас вся эта система рассудочная и половая регулируется вот в процессе роста с помощью такой маленькой штучки которую очень любил рене декарт нет она не там она в голове гипоталамус нет гипоталамус есть к еще маленькая штучка называется эпифис или шишковидная железа и фокуса стоит в чем что когда ребенок растет почему можем ходить детский сад и большинство доходит хоть с родителями почему можем ходить в школу но хотя бы до старших классов и не сходим с ума от сексуальных увлечений почему по очень простой причине эта штучка вырабатывает мелатонин который подавляет половую дифференцировку а если в этой штучке в этом эпифизе возникает опухоль в детстве то там в пять шесть лет опухоль эпифиза разрушает его мелатонин не вырабатывается и чего у мальчиков пять лет начинается эрекция и он пытается оплодотворить все что движется вполне нормально и уже думать о на чем ни о чем не может и у нас механизм вот это очень индивидуален именно поэтому потом когда уже взрослый там 45 баба ягодка опять в чем дело не окончательные перезагибается а еще половый гормон чуть остаются на скачке она чувствует прилив сексуального любопытства но это всякое такое но вот эта штука она у всех разные у меня сотрудник специально писал поэтому на тему диссертацию очень большую долго несколько тысяч мы отсмотрели индивидуально изменчивость этого органа колоссально но еще более колоссально индивидуально не только индивидуальный размер но его индивидуальной активных жизнью одних он загибается там 60 годам а у других особенно у шизофреников он прекрасно сохраняется и до глубокой старости как у 17-летних так вот зависимости от его активности у нас вот это пересечение роста половых гормонов и синтеза мелатонила . бифуркации на которой половые гормоны убивают рассудок и начинают носить спущенными штанами ребенок вот этот момент он и является индивидуальным то есть если у вас большое думаю что вас большой этот эпифиз он тогда работал нормально его было более чем избыточное подавление спокойно учились занимались читали книжки а вот когда говорит у тинейджеров неустойчивое поведение давайте пригласим 150 психиатров и замучим их до смерти это все чушь собачьи совершеннейшие просто скачки то эпифиз побеждает половые гормоны то половые гормоны и все там полчаса назад он был хорошим аккуратным мальчиком а через час он станут сексуальным маньяком и слушать ни о чем не может ли в такая три сигареты в рот снимает штаны и помчался то есть вот это вполне гормонально объяснимо и индивидуально объяснимо и возрастные вот эти вот изменения тоже изместить кто кстати говоря больше думает работают головой у того значит соответственно вот этот баланс действует дольше но и соответственно активность в том числе половая сохранится дольше поэтому профессора и вообще престарелым и так любят жениться на молоденьких аспирант да но а у меня есть статистика на эту тему если интерес хорошо что я не профессор так что так нет это не иногда не связано с профессиональной деятельностью у меня есть такая статистика однажды меня пригласили распределять премии это был там единичные случаи потому что я же премию хочу честно всегда распределить а это очень вредно это очень приятно да и очень опасно но тем не менее вот меня пригласили диверсии да все перед поскольку ученые передрались значит у меня это дело же договориться не могли просто это буквально минутный рассказ и мы сидим было скучно сидели в основном директора институтов я белая ворона был естественно из-за своей вот принципиальности в отношении науки мы сидели стали составлять список а сколько профессоров женилась на своих студентах но все же знают свои покой набрали большой так человек 70 потом написали а кто женился на своих аспирант ках тоже большой список а кто женился на своих докторантах но это все-таки ближе уже к 40 там уже как-то женщины более зрелые а потом взяли и посчитали а какова продолжительность жизни во всех трех группах у профессоров которые это сделали оказалось что если женится к 6 исключения но средняя статистика такова если студентка то это семь семь с половиной лет остается а ему остается даже не будет если аспирант к то остается обычно 8-12 лет тоже для разгула а вот уже докторант к уже не отличается от нормальной старой жены в общем то уже был так что все в порядке а почему а потому что загоняют нет они сами хотят соответствовать это же внутреннее стремление то есть видите на самом деле я могу сказать вот что что вот мой уже ну мы с вами примерно одного возраста конечно на седьмой опыт показывает следующее что если у человека нету наследственных болезней никуда не денешься если он не ведет вредный образ жизни но я знаю две по-настоящему вредные привычки которые реально как бы смертельно опасные это курение и это постоянный стресс вот есть люди которых эффективная работа только в состоянии стресса они довольно быстро сгорают то в этом случае до 70 73 лет точно ничего не болит и человек в общем активный ведет образ жизни но это все-таки скорее сейчас это почти всегда исключение потому что очень многие люди к сожалению из-за того что медицина детская хорошо развит и вредные вредные вредных вредные привычки вредным привычкам потому что стресс больше чем курение с моей даст резкую стресс страшнее даже я даже спорить это намного страшнее если курение там снимает стресс то неизвестно чего как на что что лучше а что лучше то ли умереть от рака легких то ли умереть от стресса на тракте кто не умрешь то ли не умрешь от замеса здесь рано или поздно поможет я например могу про себя сказать я не курящий человек если смотреть на меня так сказать стороны но на самом деле я там раз в неделю и раз в две недели я с удовольствием выкуривают такую сигару сигары это вообще не курение с точки зрения потому что в легкие не попадают смогут но это было поводом когда избирался в академии медицинских наук выступил один плохо говорящий по-русски академик невнятно скажем так и сказал что меня нельзя принимать в медицинскую академию хотя мне было специально выделено место президентом по одной простой причине потому что савелев курит вот такие сего сигары и подумайте сами пьет старый французский коньяк и прошу прощения а это обсуждался моя кандидатура для приказа реток аспиранток студентки аспирантки не были не были но я тогда преподавал и как бы это никому в голову не приходило это считалось нормой я просто хочу сказать что как бы не завидовать на думал вот что сделаешь ну вот это было веским поводом как понимаете ну конечно это аргумент не на самом деле как бы было бы желание да не не пустить я по этой причине в некоторый момент плюнул настолько что я даже не стал защищать уже написанную кандидатскую диссертацию потому что причем не меня там разные профессора и академики мне орали чтобы я защищался и не валял дурака я был зачем мне это надо не глянишь а ты не понимаешь что этим легализую в научном сообществе тему если ты защитил диссертацию игру ребята идите вы да если ваше научное сообщество не понимает что эта тема имеет место то в этом случае меняют это научно что неинтересно я могу себе позволить его игнорировал а нравится ему это или не нравится меня как бы мне пофигу но к счастью произошел кризис мировой который легализовал тему и без без моей диссертации уши ваша тема легализована так что дальше некуда ну к сожалению очень поздно поймут яду на западе поздно поймут но они ревнулись и пристать можете как они ревную вот вот это вот такая вот банальная ревность да так это фундаментальная биологическое сфору княтия одно фундаментальные да у меня жили одно время дома кошка и попугай волнистый кошка была умная с ней была проведена беседа она была очень склонна к диалогу ты был сказан его вот этого не надо она какой-то момент пришла когда она с ним познакомилась пришла и сказала ну как бы покошачье типа вы мне сказали его не трогать а ему вы почему не сказали ну попку дурак он действительно был такой жизнерадостный дебил абсолютно представить себе да вот такого вот попугайчика который садится на спящую кошку и начинает из нее выдергивать ус понятно что мозгов у него нету да он вырос клетки никогда не понимал еще чего-то но есть я играл с попугаем а кошка спала на на кресле то она тут же просыпалась бежала и прогоняла попугая аналогичная история когда я лежал с кошкой кошка начинала мурлыкать попугай тут же прилетал и начинал у нее в йорке обхватать ее за уши чтобы она уходила потому что вот он тут он тут тоже предела то есть это было ну ладно кошка да но это тащи неразумная да волнистый попугайчик ничего подобного отлично совершенно вот а потом у нас появилась собака попугай летел появилась собакой та же самая история ну только что вы хотите от западных экономистов я ничего вот уровень и упал птичек вообще нет он и а кортекса то тем на котором у них вообще нет на ворону очень умный бывает но что вы я своим когда преподавал я давал студентов задание изучать ворону от у меня пара любителей c2 h5 h пивных алкашей пару студентов а я преподавал в разных учреждениях по последней 11 лет в университете а вот теперь не преподаю а я им подручал интеллектуальный уровень ворон оценивать а немного всяких экспериментов сделали один мне очень понравился они стояли в пивной пили пиво значит из банок около на улице и вороны с удовольствием смотрели они по прикормлю сосиска потом значит расширили перочином ножиком дырочку до в пивной банки засунули до сосиску либо бросить вороны схватили ее не сомневаясь ни одной секунды что с этим делать оттащили ее на дорогу грузовик раздавил банку они тут же съели сосиску да у них в этом смысле как бы по части сложности интеллектуального поведения ворон ворон ночью всех этих домов у меня попугай тридцать с лишним лет живет жак о такой ну жак он же еще при этом знает там 200 слов еще их умеет правильно да по делу он 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 очень убедителен давает он почти как ваши западные экономисты когда просят нобелевскую премию он знаете что делает он когда видит сало вот как все нормальные попугаи любят салда вот он видит сало он говорит его зовут кока он говорит кока я не реагирует кока хороший я не реагирую он бегает бегает по клетке к и кока очень хороший то в конце концов начать стучать так клюв сильный гайд ну кока ну очень очень дай сало он не а то он он у него еще есть одно он не хочет что-то если что-то не хочет не хочешь не хочешь там да чем точно но такой хороший ну как а собака наши вот этот ёркшерский терьер как он видит что какая-то колбаса на столе он тут же начинает залезать на подоконник смотреть в окно и и рычать ну он же хороший он защищает значит ли данным с попугаем у меня тоже самое столько он начинает гавкать да тоже собак у меня тоже есть да ну короче говорит тут как раз все понятно я поэтому когда мне начинают объяснять что в разных учебниках пишут что животные не способны к интеллектуальной деятельности еще как способны причем если у собаки память вот на какую-то сложную комбинацию очень короткая то кошка может разработать планы несколько дней его реализовывал но у разных собак по-разному у меня крупная собака была лобой прожила там 13 лет и она тоже в стане разрабатывать большие длинноходные ну вообще слушайте говорить вот наше превратное представление о мире животных характеризуется только одним что муравьи умеют считать до 10 говорить друг другу об этом очень многие люди в центральной африке и друг друг другу об этом говорит тоже за ним все детской энциклопедии который я читал такой желтый старый 50-х годов там были рисунки как пчелы показывают где мед они показывают направление и расстояние дирекционально это известно нет делать в том что у нас очень превратное представление потому что животные обладают вот эти знаменитые истории с обезьяной как у которой умерла в прошлом и позапрошлом году с гориллой который там же есть фокус то в чем что ее научили языку глухонемых да и она стала общаться очень быстро было стало понятно что она у нее есть представление о красоте о сопереживании животного видит лошадь запряженным там предметы в зубах ему больно там дайте мне губную помаду своих переда я накрашу вот такой же красивый а потом когда она обучилась достаточно эти эксперименты прекратили догадайтесь почему потому что обезьяна стала ругаться на сложившуюся ситуацию но я думаю что на этом оптимистическом месте мы до сегодня закончим было очень приятно я считаю что у нас получилось очень веселая передача полезные для молодежи согласится ли молодежь ее смотреть это отдельная тема хотя мы там поговорили о мальчиках и девочках что молодежи хотя правда сейчас подход к этой теме очень утиритарный что кстати потом приводит к тяжелым по последствиям вот большое спасибо я надеюсь что мы еще не раз увидимся надеюсь до свидания до свидания и и